Приветствую, друзья! Это наша Яна Цыплакова, которая тогда мне подарила, сделала с изображением ангел-велосипедиста в моей картины. Видите, майку мне подарила, я в этой майке уже показывался, вам всем понравилось. И там мне даже несколько человек написали, а где нам взять такие майки где-то. Ну, всё по порядку. Значит, Яна Цыплакова принесла ещё один мне подарок в день моего рождения. Теперь получилось, что у меня есть ещё один подарок. Это по теме картины Матисса «Танец как, Яночка?» Вокруг настурции. Но здесь, если вы посмотрите, ещё симпатичнее, потому что здесь Яна себя как бы нарисовала. Посмотрите, это уже фигурка Яны. Как это интересно, да? Вот. Я, конечно, изумлён. Я, конечно, в восторге. Яна очень красивая девочка, такая творческая. Я тарелку такую у меня сделала. Надо же. Я думаю, вот попросить Яну, пусть она на следующей тарелке ещё что-нибудь нарисует. А может, и мою картину тоже. Ты сможешь, Яна? Конечно, смогу. А если там запросят ещё, что хотят, майку с моей картиной, а ещё и с тарелкой, с картиной. Не только этой, а ещё и другой. Да, у нас возникла идея, что мы запустим в печать различные ваши работы творческие. Например, вот этот сказочный городок, да? Да, на майках, на тарелках. И по поводу этой акции, которая будет создана в поддержку школы Хасая. Школу нашей, школа «Человек будущего», которую мы ведём много лет бесплатно. Да, поддержка для этой школы – это раз, для развития. И во-вторых, ну каждый, кто получит эту майку или тарелочку… Да, все приобретённые… Приобретёт лично для себя. Это же совсем другое. Как нам говорил наш друг Роман Газенко, получается творчество, которое распространяется… Творчество массы. Массы. Творчество массы, причём таким способом. Вы представляете, если вы придумаете что-то такое же интересное, пожалуйста, поделитесь с нами, напишите, какие ещё есть соображения. Потому что здесь все участники школы участвуют своей поддержкой. Советы пишут, предложения пишут, и даже, может быть, критику, но конструктивную. Да, и каждый человек, приобретавший изделие Хасая на майке, на тарелке, станет участником его выставки, и частичку творчества Хасая сохранит у себя, и также ещё поддержит школу, которая тоже создана Хасаем. В общем, это правильное дело. Правильное дело требует одобрения. И поддержки. Да. И мы все скажем, одобряемся. Творчество массы. Творчество. Так что насчёт печати футболок, маек, мы всю информацию оставим, и я буду этим человеком, который будет заниматься помощью организации, отправки, печати. Так что все вопросы можно будет направить ним. Видите, оказывается, если человек всю жизнь занимается своим делом, ну, в данном случае я, допустим, я же старший, занимался, занимался своим делом, и вдруг, на самом деле, не сгибаясь, когда мне кто-то говорил, что ты занимаешься этой ерундой, картины какие-то рисуешь, или зачем ты книги пишешь, кто-то говорил вот так, такое вам, наверное, кто-то говорит, обессмысливает ваш труд. А на самом деле, если вы продолжаете быть творцом, созидателем, то в конце концов появляются люди, которые вместе с тобой вдруг придумают, что-то такое тебя поддержит, как меня сейчас поддерживают, и школу нашу поддерживают. Все вместе мы силы. Поэтому, когда мы говорим в школе нашей «Человек будущего» о том, что это школа человечности, и обучаемся именно совместной деятельности, творческой деятельности, постоянно говорим о том, что человек должен быть человеком, помните, как Роман Газенко говорил о том, что попытки расчеловечивать – это большой грех. А на самом деле очеловечивать – это то, что, как говорится, встать на путь. Правильно я говорю? Да. И поддержка этого пути очень ценна в наше время. И поддержка таких людей, как Касаев, вообще, в принципе, всех творческих людей, она очень нужна и важна. А я недаром про Романа сейчас сказал, потому что сейчас после этого видео я жду Романа, и мы с Романом еще запишем видео, потому что будем готовить вебинар, и Роман скажет там какую-то очень интересную вещь, про то, какое значение имеет слово. Итак, спасибо, друзья. Ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наш и телеграм-канал, да, там будет тоже много интересного. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова